Пермский Амкар оштрафован на 130 тысяч рублей контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Напомним, в выездном матче 24-го тура с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, проигранном красно-черными 0-2, с поля за грубую игру были удалены защитники Амкара, Белоруков и Федориф. Часть штрафа 100 тысяч выписана Амкару за неподобающее поведение игроков. Амкар тем временем готовится провести в эти выходные очередной поединок чемпионата России. В воскресенье амкаровцы принимают столичный локомотив. Для пермяков, угодивших после прошлых выходных в зону вылета, результат каждого поединка теперь важен вдвойне. Причем результаты не только своих матчей, но и встреч ближайших конкурентов в борьбе за выживание Анжи, Алании и Крыльев-Советов. За шесть туров до конца чемпионата красно-черные оказались в такой ситуации, что без осечек соседей по подвалу таблицы могут и не спастись. В матче первого круга в Москве локомотив благодаря голам Алиева и Майкона превзошел наших 2-0. На сегодня железнодорожники занимают в турнирной таблице чемпионата 5-е место, а амкаровцы располагаются на предпоследнем 15-м. Воскресная встреча на стадионе «Звезда» начнется в 14.00. Гандболисты первомских «Медведей» также готовятся провести очередной домашний поединок. Ко встрече с краснодарским «Скифом» наша команда подходит, имея в активе победную серию из четырех матчей к ряду. Последние игры заметно подняли настроение в стане «Медведей», несколько подпорченные тремя поражениями на старте чемпионата. Сложился календарь так, что первые три игры мы играли с обладателями бронзовых, серебряных, золотых медалей. И после этого стало немножко полегче, ребята раскрепостились. Поверили в себя, где-то уверенность появилась. Хорошая уверенность. Она, по крайней мере, пока не переросла в самую уверенность. А потому в расположении «Пермских Медведей» обоснованно надеются на продолжение победной серии. Тем более, что «Скиф» уже в этом сезоне был обыгран на выезде. Впрочем, добиться повторного успеха будет весьма непросто, считают в «Пермском клубе». Кому-то может показаться, что эти четыре игры были для нас легкими. Поверьте, это далеко не так. И то, что приезжает команда Краснодара, она приезжает сюда за реванши. Она не может простить дебютантам чемпионата проигрыш на своей территории. Игра будет очень непростой, и мы в этом уверены. Самое главное не дать разыграться вратарю, так как вратарь призывался и в сборную России одно время. То есть, и быстрое начало у них. То есть, успевать возвращаться в защиту. Ну, если мы отстаем в защите, то мы так же убежим, забьем. Матч «Пермские Медведи» с «Киев» пройдет в это воскресенье, 24 октября, в манеже «Спартак». Начало встречи в 17.00. А любители мотокросса ждут в субботу на берегу Мулянки. Там, на кроссовой трассе, пройдет второй этап чемпионата и первенство Приволжского федерального округа. Начнутся соревнования в 12 часов. Антон Шибанов, Телевизионная служба новостей.